Всем доброго времени суток, с вами Разнобочий в клубе. Сегодня мы немножко отдалимся от компании Cold Steel и вернёмся к стране-производитель Китая, которая у нас очередной раз очислила новой компанией, новой моделькой. Ну, в каком-то степени это уже не самая новая их модель и не самая новая компания, потому что уже грядущие годы 2024 и у них уже куча идей, много новинок. В принципе, мы сейчас сделаем обзорчик на модель, которая мне чересчур понравилась. Так, это у нас компания Nightwolf Nightwolf и хот-лога такое, значит, внутри, так вот, коробочка, значит, есть вот такая подарочная тесьма. Можно перевязать, красиво будет как на подарок. Так, это мы убираем сюда, значит, здесь платочек-протирочка. Так, такая вот эмблемочка, которая, походу, вот так продевается и красиво на коробочке, симпатичненько. Так, есть мешочек, мешочек антивлага, собиратель влаги. Значит, в таком вот мешочке с завязочкой с какой-то плотной брезентовой ткани выполнен данный мешочек подножечек. эмблема волка, потому что, как бы, ну, позиционируется, что Nightwolf это ночной волк, уже переводится. Так, вот такая вот моделька, ножичка маленький, вот так вот в руке сидит. Вот не для самой большой руки, скорее всего, для маленькой. Так, имеется клипса односторонняя, она более такая затемнена. Не сказать, что это Stonewash, но она не полированная такая. Это, в принципе, клипса под Stonewash. Так, на севом узле видим лока компании. Так, материал рукояти Микарта, имеется темлячное отверстие, значит, бэкспейсер выполнен тоже из Микарта, имеются стальные лайнеры, они облегчены. Сейчас посмотрим, да, облегчены, вырезаны. Значит, имеется флипер с носичкой, оп, ножичек у нас в рабочем положении. Что касаемо рабочего положения, длина ножа 166 мм, клинок 70 мм, кинжалоид ярко выраженный, имеется фальш-лезвие, имеются насечки для подпальцевые, для удобства работы, значит, имеется чойл, вот, чтобы себя не поранить и делать какую-то такую работу, там, не знаю, что-то построгать, какую-то стружку, для костра, так, видим, выступает масло. Здесь у нас номер 3 моделька, сталь D2, в осевом у нас подшипники, я смотрел, смотрел, по-моему, они стальны, если я ошибаюсь, то, ну, подскажите точно, значит, с обратной стороны, а, в принципе, как с обратной стороны, это уже у нас флипер, на флипере как раз насечки, так, замок, лайнер-лок, так, клинок 70 мм, по-моему, я это сказал, значит, толщина обуха 3 мм, ширина лезвия 36 мм, твердость по шкале Rockville 5089 единиц, обработка клинка Stonewash, на ней не видно пальцев, если вы оставите, то есть, они не отпечатаются, то есть, так же, как и царапины на Stonewash не так видны, значит, если сложить в походном положении, у нас нож длиной 96 мм, толщина ручки 15 мм, значит, шуршавая мекарта на рукояти, она еще цвета черного, вес нето 131 грамм, значит, страна-производитель Китай, Китай нас очередной раз удивляет своими какими-то безумными идеями, безумными вариантами, не знаю, у них просто вот все в порядке с фантазией, то есть, маленький городской EDC-ножик, ну, просто до безумия удобный, да, он небольшой, но ним можно сделать многое, что, конечно, по поверхности, если что-то порезать на глади стола, может, ну, вот, упираться вот в флиппер, да, то есть, он немножко, ну, можно его сделать, наверное, было немножко поменьше, вот, но, в принципе, потому что не вся кромка будет ложиться на стол, но и не всей длиной ножа можно будет что-то порезать, так что, вот такой вот экземплярчик от китайцев, если есть кому-то что-то дополнить, как-то поправить, прошу, пожалуйста, не возражаю, всем спасибо спасибо.